Привет, это Шамшурин, всем скорейшего мира. В этой истории, собственно говоря, в этом видео я расскажу небольшую историю, ну как небольшую, относительно. Ее мне прислали с какого-то очередного форума из мужского движения, прости господи за это слово, за сочетание этих двух слов. И потом в конце я в двух словах скажу, что нужно делать, чтобы ситуация как-то поменялась. Почему я обратил внимание на эту историю? Потому что она типичная, распространенная, с ней сталкивается абсолютное большинство мужчин. И возможно, что тебе сейчас мои комментарии к этой истории, они помогут как-то сдвинуться с мертвой точки. Доброго времени суток. Я испытываю проблемы с женщинами. Не могу преодолеть страх и пригласить женщину на свидание. Кто-нибудь знает специалиста по психотерапии или по психологии, который работает с такими проблемами? Когда люди, которые смущаются при знакомстве или стесняются, или волнуются, то есть мужчины, ищут решение в психотерапии и психологии, это абсолютно неправильно. Потому что здесь нет прецедента болезни. Ничего лечить не надо. Это нормальная природная данность, когда мир так устроен, что... Да, мужчине свойственно волноваться. И даже самый уверенный мужчина, когда видит красивую женщину, он 100% испытывает какое-то волнение в той или иной степени. Иногда даже очень сильное. Поэтому это поиск легких путей, когда мужчина думает, что ну раз... Очевидно же решение какое-то. Идешь и пытаешься знакомиться. Или там пытаешься ходить на свидание. Но это не страшно, там некомфортно. Поэтому пойду-ка я с психологом полгода или год позанимаюсь, чтобы мы поговорили об этом. И поверь мне, ни один психолог эту проблему не вылечит. Это факт. Это так же тупо, как ты не умеешь плавать, боишься глубины. Вместо того, чтобы пойти в бассейн и начать плавать, ты такой как бы идешь к психологу и говоришь, я не умею плавать. Любой нормальный и адекватный психолог скажет, иди знакомься или иди плавай. Так вот. С женщинами могу поддержать нормальное общение. Когда разговор о работе, либо на светскую тему. Очень знакомо, да, не правда ли? Однако, когда я вижу, что женщина отказывает мне знаки внимания, смотрит мне в глаза, вежливо и обходительно, охотно рассказывает о себе, сама проявляет инициативу, начинает разговор, близко подходит ко мне, то я не могу набраться смелости и сделать ответный шаг. Очень знакомо, не правда ли? При этом женщины мне нравятся, между ними возникает, между нами возникает симпатия. Однако в тот самый момент у меня словно выключатель в голове щелкает, я замолкаю, отворачиваюсь и ухожу. Я осознал, что у меня серьезная проблема в таком-то году. Я познакомился со студенткой второго курса, которая ехала домой к родителям. Молодая, стройная, красивая. Она слепительно улыбалась, охотно разговаривала со мной. Наш разговор плавно тек в нужном русле. После того, как я осыпал ее комплиментами, я увидел в ее глазах желание. Возможно, это лишь моя фантазия. И она вовсе ничего никак не хотела. Но в тот момент я понял, что сейчас идеальный момент поинтересоваться, как долго она планирует побыть в городе. И спросить, какие у нее планы на выходные. Ну, как бы, куда уж идеальнее, как говорится. Здесь ты абсолютно прав и логичен. Неожиданно для меня я молча отвернулся и уставился в окно. Неожиданно для меня. То есть, это происходит зачастую даже инстинктивно. Если кто-то видел это видео в одной из известных социальных сетей, когда девушка заходит в автобус и сидит мужчина, парень смотрит на нее, какая она красивая. И она на него не смотрит. И у него по-английски эти мысли в голове. Look at me, 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 look at me. Так хочется, чтобы она на него посмотрела. И как только она поворачивается, он раз такой инстинктивно отвернулся. Да, известная история. Но никакой патологии. Я хочу, чтобы ты меня услышал. И это важная для тебя информация. Никакой болезни, патологии или дисфункции, которая вынуждала бы тебя идти к психотерапевту, в этом случае нету. Это не болезнь. Это нормальная, естественная мужская хрень. Вот. Неожиданно для меня я молча отвернулся и уставился в окно. Я так и не смог с ней больше заговорить, хотя силился это с дела. Силился. Мне 30 лет. Имею высшее образование. Обожаю свою работу. Есть квартира, машина, живу один. Это к вопросу о том, что многие мужчины думают, что когда у меня есть социальная реализация, достаток, деньги, то это сильно улучшит картину. Ни хрена это не улучшит. Тем более, что 16 лет я работаю с людьми. И это или простые какие-то сварщики могут быть. Абсолютно любые ребята программисты разного уровня. Либо ребята, которые приезжали с кортежами, с охраной и какие-то топ-менеджеры крупных госкорпораций, где вопрос финансов не стоит вообще. Но, чтобы ты понимал, уровень дискомфорта или страха, он абсолютно не связан, не коррелирует с количеством денег в твоем кошельке. И дальше идет то, что я хотел бы больше всего прокомментировать. Если ты думаешь так же, я опять же хотел обратить сюда твое внимание. Семья, это он про свою семью рассказывает. Внимание, типичная бабья яма. Меня вообще бесит эта ублюдская какая-то терминология этого, прости господи, мужского движения. Бабья яма. Название-то какое ужасное. Описанное теоретиками мужского движения. Теоретиками, господи. Это то же самое, что быть теоретиком в игре в хоккей. Не знаю, быть теоретиком где угодно, в футболе. То есть, теоретики это, вон у Вяземского, вот это вот, ореопак и прочее. С женщинами теоретиком быть нельзя просто. Невозможно. Это значит, что ты просто злостная ананюга, как бы. То есть, или там одинокий человек. Бабушка-альфа-самка, дедушка-бескребетный-подкаблучник. Как ты можешь про своего дедушку говорить такими негативными эпитетами? Это он, что ли, вселился в твою голову и заставил тебя отвернуться, когда девушка с тобой общалась? Причем есть твой дедушка. Вообще нормальный человек никогда не будет говорить про своего деда так. Дед твой, в отличие от тебя, он хотя бы женился. Он создал семью. Он мог быть подкаблучником, мог быть мягким. Но я больше чем уверен, что он ебашил на трех работах, чтобы прокормить тебя, спиногрыза и всех там родственников. Он все равно любил там и любит, или любил, наверное, уже, да, к сожалению, свою семью, своих близких и старался дать вам самое лучшее. Поэтому, как бы, давай мы не будем сейчас обсуждать его, ты не будешь. И тем более его как-то негативно о нем отзываться. Он там злоупотребляющий алкоголь. Мама домашний тиран, при этом отношения с родителями хорошие. Я им благодарен, бла-бла-бла. То есть, вот эта черта, характерная черта, вот этого так называемого, я никогда, без кавычек, не буду употреблять эти два сообщества. Мужского движения. В этом мужском движении ничего мужского нет, потому что нормальный мужик, любой адекватный мужик, ответственность за происходящее с ним, либо не происходящее, перекладывает на себя. Все остальное это не про мужика, это про женскую энергию, про слабака, про жертву, про какую-то виктимизацию и так далее. По этому, обвинять никого не нужно. Так сложилось, поверь мне, да, отца я не помню, с ним не общаюсь, хотя предпринимал попытку с ним встречаться. Возможно, это просто он не понял моих добрых намерений, буду еще раз ему звонить. Это правильно, я согласен. Опыта близкого общения с женщинами у меня нет. Нет, в молодости девушки отказывались со мной знакомиться, тем девушкам, с которыми я учился, вследствие чего стадии знакомства пропускалось, я не нравился. Они говорили мне, что я хороший мальчик, со мной можно дружить. Только потому, что ты не знал, как себя вести. Это ключевое. И это вот так вот легко лечится, если вообще можно применить это слово лечиться, потому что психология или психотерапия здесь точно ни при чем. Отличиться действиями и правильной, нужной, концентрированной информацией, которая должна быть у тебя в голове по этому поводу. Так, значит, в настоящее время я замечаю на себе заинтересованный взгляд женщин. Некоторые намекают, что хотели бы со мной познакомиться, другие прямо предлагают познакомиться или познакомиться с незамужными подругами. Возраст самый разный, от 18 до 35 лет, выбор широкий, как видишь, да. Мир сам поворачивается к тебе, говорит, возьми. Общение с такими женщинами начинается на рабочие светские темы, но пригласить их куда-либо мне не хватает смелости. Знакомо. Возможно, роль играет мамин в воспитании. Вот она, любимая ваша черта, валить на всех и на кого-то свое бездействие, свои слабые яички, пенопласты и так далее. Ага, блядь. То есть, у меня есть много знакомых, ключевое слово много. И одного даже, один образ, его зовут Сергей, у меня перед глазами. То есть, это человек, которого воспитывала тоже мама. Парень, приехавший когда-то с Казахстана, переехавший в Россию. Очень жесткий такой мужик, как бы такой грубый, альфовый, у которого нет никаких проблем с женщинами, в том числе и потому, что он еще улучшил этот навык на каком-то тренинге со мной, когда-то давно на персональном. Но он и до этого был такой, как бы, то есть, в обиду себя, мягко говоря, не даст и очень решительно. Поэтому вот эта история знаменитая, когда там есть суд, куда привезли бандита, там, убийцу преступника, есть мэрия, куда привезли там известного политического деятеля. Оказывается, это братья, ну, не знаю, надеюсь, ты знаешь эту метафору. И когда их спрашивают, как вы пришли к такой жизни, они говорят, вы знаете, отец алкоголик, мать проститутка, бла-бла-бла-бла. Для одного это повод, для другого это повод к каким-то доказательствам себе, что я все равно со всем справлюсь. Поэтому самое же неэффективное, что ты можешь делать в такой ситуации, а это ситуация у 99% мужчин. Первое, это искать помощи у каких-то там психологов, говнологов, то есть, потому что это не болезнь, ее лечить не надо. Бесполезно там выкапывать детские травмы, синдром чего-то еще. Это все херня, потому что год потратив на это дерьмо, ты поймешь, что через год ничего не изменилось. И второе, что ты самое бесполезное делаешь в этой ситуации, то есть, ты обвинишь во всем, он пытаешься как бы объяснить свою проблему, он не искать, если я бездействую, мне страшно, надо что-то делать. Ты пытаешься кого-то в этом обвинить, это очень неконструктивно. Возможно, роль, вот сейчас это вообще интересно. Тема секса в семье была под запретом. Я сейчас хочу спросить каждого из вас, у кого-то другого что? Мама приходила с указкой и говорила, смотри, вот смотри, это Писюн, это девочка, это мальчик. То есть, ты считаешь, что она как бы была на повестке дня или у меня, или у кого-то еще? Мы вообще из того поколения, что тема секса всегда была какая-то табуированная. То есть, даже там закрывали глаза, когда по телевизору тетенька с дяденькой целовалась. При чем я сиета? Это здесь ни при чем. Когда у меня началось половой созревание, мама при каждом удобном случае говорила мне, что я встречу добрую, умную, невинную девушку. Мы полюбим друг друга и создадим семью. Ее мечта не суждено было сбыться. Я бы не стал на твоем месте расстраиваться и идти пытаться там самоубийца об стену. Ни в коем случае этого не делай. Тебе всего лишь 30, ты что? А теперь, собственно говоря, конец истории. Что можно с этим сделать в двух словах? Значит, если все действительно так у тебя, потому что история очень похожа на миллионы историй других мужчин, неважно, кем бы они ни работали, кем бы они ни были, каким бы они ни были по характеру, они могли бы быть социально очень реализованными, какими-то там уважаемыми в кругу своих коллег или друзей, но так или иначе тема женщина другая. Начни с мелочей. Ну, допустим, первое, что я тебе рекомендую сделать, просто соберись, выбери время и пойди прям целенаправленно в выходной свой день, какое-то там людное место, в парк, в торговый центр и просто скажи привет и комплимент десяти девушкам. За всякое время скажи, я выделяю на это час. Как себя на это замотивировать, есть тысячи способов. Ключевое, попробуй сделать это. Начни хоть с мелочей, пожалуйста. Привет, ты очень красивая девушка, можешь так. И можешь даже, если тебе страшно говорить, привет сказать, добрый день, вы такая классная, вы такая очаровательная, попробуй. И ты увидишь, что из этих десяти какое-то количество на тебя отреагирует там не очень хорошо, какое-то очень хорошо, и с кем-то из них даже завяжется какой-то диалог. Просто попробуй заставить себя. Не надо в этой ситуации ждать какого-то благоприятного ветра, там давления, не знаю. То есть смирись. Следующее, да. Значит, ну вернее следующее. Попробуй познакомиться с ними после этого, с теми, с кем у тебя получится какой-то отклик оттуда услышать, хороший, позитивный. И ключевое сейчас. Пойми, что только одно тебе поможет. Не поиск причин, не почему не получается, а именно осознание того, что да, это будет дискомфортно. Нужно идти через дискомфорт. Именно поэтому лучшие женщины достаются лучшим мужчинам. Лучшие мужчины те, у кого есть яйца и сила воли. Воля – это умение сейчас причинить себе какой-то дискомфорт ради своего будущего блага. Твое будущее благо – это твоя будущая семья с достойной женщиной, это твое свидание, это секс, все что угодно. И поэтому ключевое – прими, что дискомфорт будет. Это данность. Не надо ждать, пытаться вылечить его, с чем-то его купировать, антидепрессантами, таблетками, алкоголем. Как только ты примешь тот факт, что да, мне страшно, сука, но я пойду и сделаю, ты пойдешь и сделаешь. Это очень такие примитивные мелочи. Ключевое, что дискомфорт будет временным, сугубо временным. Потому что любой навык поначалу он дискомфортен. И если ты ожидал сейчас, что вот Шамшурин там что-то вначале обещал какие-то секретные техники. Да нет секретных техник. Пока ты ищешь какие-то лазейки, никак не поменяется твоя ситуация. Если ты не сможешь делать это самостоятельно, я помогу тебе в этом. И для этого в преддверии лета я сделал специальное мероприятие, чтобы каждый мужчина, кому знакомый откликается эта история, мог помочь сам себе. А я мог помочь тебе, где бы ты ни находился, где бы я ни находился. Каждый мог начать активно общаться с девушками и знакомиться с самыми красивыми девушками твоего города. Ходить с ними на свидание, выбирать себе и так далее. Эта акция называется «Система плюс практически онлайн-марафон». Она называется «Успех с женщинами под ключ». Что я имею в виду? Значит, это 10-дневный онлайн, практически онлайн-марафон в совокупности с моей системой. То есть, если ты уже приобретал ранее, и это все по скидочной цене с 60% скидки. Если ты уже приобретал ранее мою систему, ты можешь начать сейчас лучшее время, чтобы ее внедрить. То есть, практически 10-дневный онлайн-марафон, который продлится с 20 по 29 мая. Соответственно, для этого не нужно уходить в отпуск. Я специально хочу, чтобы ты внедрил этот навык легкого и комфортного общения. Не меняй своей жизни. Так и должно быть. Просто ходя на работу после работы, во время работы, после учебы. То есть, это так и должно быть. Я тебе в этом помогу. Так вот, значит, если есть система, есть отличная возможность отдельно приобрести марафон, начать внедрять. Если нет системы, ты можешь купить и систему, и марафон. Но ключевое, у тебя будет только 3 дня для того, чтобы воспользоваться этой возможностью. Здесь внизу вся информация. То есть, еще раз. Успех с женщинами под ключ. Что тебе для этого нужно? Тебе нужно 2 составляющих. Ну, вернее, 3 в данном случае. Первая составляющая – это теоретический материал. То есть, это вся моя система. Это 73 урока. Это более 25 часов. Полезнейшие структурированные информации, которые поставят в твоей голове все на место. Плюс практические задания. И параллельно с этим, практический онлайн-марафон, чтобы в каком бы городе мира ты не находился, ты будешь видеть нас по видеосвязи. Я буду с тобой разговаривать, мои коллеги будут тебя слышать, видеть. Мы будем видеть, что ты делаешь. Мы будем говорить, вот иди к той девушке. Мы будем максимально тебя поддерживать и помогать тебе внедрять эти задания, чтобы ты сразу же со второго буквально дня получил нужную тебе, нужный тебе отклик. Поэтому еще раз, что нужно? Первое – нужна правильная теория. Правильная теория. Запутался в пальцах. Второе – тебе нужна практика. Нужен пинок. То есть, нужно по помощи наша. И третье – нужна максимально качественная мотивация, обратная связь от меня и от моих коллег. Все. Теоретические знания, практическое внедрение этих знаний и наша поддержка. Все. Результат гарантирован. Я очень хочу, чтобы ты не профокапил очередное лето. Потому что лето – это лучшее время для того, чтобы знакомиться с девушками, влюбляться, создавать семью и так далее и тому подобное. Какая бы ситуация сейчас ни происходила, жизнь продолжается. Еще раз я скорейшего желаю всем мира, чтобы все жили счастливо в мире, в согласии. Есть только, по сути дела, еще раз, три дня, чтобы на специальных условиях с 60% скидкой эту акцию приобрести. Если у тебя уже есть система, то ты можешь отдельно вписаться в марафон. Если ты не готов пока к внедрению, хотя я считаю это глупо не воспользоваться такой возможностью, есть отдельная система, пожалуйста, можешь приобрести ее. Но идеальный вариант – это все вместе. Это акция, которая называется «Система плюс практический онлайн-марафон. Общение с женщинами под ключ. Успех с женщинами под ключ». Внедрять все это мы будем с 20 мая по 29 мая. Ссылка здесь внизу. А если ты уже решил, что тебе нужен практический тренинг, практика, перезагрузка, также, если ты давно смотришь и не решался, также там все ссылки. Итак, это был Шамшурин. История поучительная. Надеюсь, что ты в очередной раз подумаешь, блин, а что это я сижу? Жизнь проходит, нужно действовать. Не можешь самостоятельно – поможем. Не хочешь – научим. Не можешь – заставим. Ссылки здесь внизу. Все, пока.